Для России захватить Харьков это очень сладко было бы и только потеря Одессы и потеря Киева может сравниться со стратегической значимостью Харькова. Если мы сделаем правильные меры по созданию ошелонированной обороны Харькова и просто подготовимся к возможному удару, то Харьков будет очень тяжело взять, потому что это огромный город и вся специфика связанная с захватом городов за последние 10 лет показывает, что крайне тяжело будет этот город взять, если вообще возможно, потому что это не Бахмут, это не Авдеевка, Рубежная и другие крупные, средние и мелкие города, Мариуполь. Даже то же самое Мариуполь, вспомним, сколько за него сражались в полном окружении, а Харьков, ну, собственно, вместе с агломерацией, это самый вообще крупный объект, который, ну, за исключением, наверное, Донецка и Луганска, там, да, но их оккупация проходила абсолютно в других условиях. Вот, поэтому подготовка к обороне всего Левого берега, не только Левого берега, сегодня ключевая задача, потому что вся болтовня по поводу того, что, там, когда начнутся переговоры, там, и как вообще выйти в мирную ситуацию, она напрямую зависит от того, насколько Украина будет успешно оборонять свои территории и насколько она станет вязкой. То есть цена для России, цена любого продвижения дальнейшего должна увеличиться настолько, что рано или поздно возникнет вопрос, для него должен стать вопрос относительно цены. И, соответственно, подготовленная оборона позволит резко уменьшить наши потери и, соответственно, выполнять эту функцию. Я общаюсь сейчас с очень многими людьми, там, в регионах, с бизнесом, с чиновниками и все к этой мысли, как бы, здравомыслящие люди просто приходят и понимают, что необходимо всю зиму сейчас, всю весну, там, сколько у нас есть времени, все это время потратить на то, чтобы глубоко закопаться. У меня на следующей неделе будет эфир с очень крутым и широкомыслящим человеком. На этот счет я сразу анонсирую, так что где-то там во вторник или в среду вы увидите его у меня на канале. Потом дальше тут был вопрос, почему именно Харькова, а не Сумы. Так, нет, это касается и Харькова, и Сумы, и Чернигова. То есть нельзя же допустить прорыва по всем этим направлениям, чтобы российские войска зашли, там, в тыл Харьковской группе войск, там, или... Короче говоря, нельзя допустить прорывов, и поэтому необходимо готовиться по всему периметру своей линии Суровикина, там, как раз уже мы таких называем. И пока еще у нас есть время. Я напомню, что когда мы вернули Херсон в ноябре прошлого года, то многие сейчас говорят, а вот зимой рыть, значит, рыть эти линии, строить эти укрепрайоны и все остальное, это... В этом нет цимиса, как бы там, нато цимис в том-то дело, что есть, потому что россияне линию Суровикина начали строить зимой. И к тому моменту, когда началось украинское наступление, она была готова. И они все эти месяцы рыли, рыли, минировали, рыли, минировали, всячески готовились. Поэтому нужно просто принять эту ситуацию и понимать, что если мы построим эти укрепрайоны, бетон у нас есть, это не требует каких-то... Ну, себе пяди волбует, а не требует таких технологий, как летать на Марс куда-то, я не знаю. Поэтому, если мы начнем просто это делать, даже в условиях недостатка снарядов, недостатка боеприпасов, сам факт наличия укрепления, укрепрайонов вокруг городов, больших, маленьких и всех остальных, в центрах логистики, пересечения логистических всех этих путей, сам факт наличия таких укреплений, он позволит сэкономить просто десятки тысяч, а может, я не знаю, сотни тысяч жизней, которые мы можем потерять в случае, если мы к этому не будем готовы. Поэтому тут общество сейчас должно трезвонить во все колокола. И вот эти заявления в духе того, что сказал Прокопев, депутат Киевсовета от Евросолидарности, которая просто возмутила, я думаю, любого нормального человека относительно того, что есть бюджет военный на уровне страны, и государство должно, там, центральные органы должны из этого бюджета финансировать потребности армии, а вот Киев, а города должны жить своей нормальной жизнью. То есть, типа, вы там воюйте, вы там страдайте, а киевская власть будет жировать вот так, как они привыкли жировать, выделив один, по-моему, три процента на ЗСУ. И тут вопрос уже стоит не только о выделении на ЗСУ, а вот именно о правильности вообще затрат на оборону Киева, потому что я думаю, что нужно готовить оборону Киева. И вот эти окупчики, которые мы сейчас видим там в районе Окружной, где-то там, если по Ирпенской едете или по Варшавке, вот, то там еще со времен осады остались эти окупчики, и очевидно, что там нужно дальше их углубить, расширить, забетонировать. Короче говоря, военные-то знают, как все делать, я не буду тут повторяться, поскольку есть профессионалы, которые способны это все грамотно подготовить. Поэтому я не понимаю, почему мы тратим вообще время на эти разговоры. Это мы должны были делать еще по состоянию на момент начала войны, как только отогнали от Киева, нужно было все зарвать, зарваться там и готовиться. Так, поэтому все это по поводу того, что мы должны собраться, а не находиться в иллюзиях по поводу того, что если прилетит там F-16, несколько эскадриль или дадут еще Хаймерсов 50 штук, то тоже все нужно расслабиться. Нет, наша переговорная позиция напрямую будет зависеть от того, насколько вязкой станет Украина, вязкой вот с точки зрения ее обороны. Поэтому вот такие соображения по поводу Харькова.